и вот в магии все структурировано но это это такая наука где все все четко есть законы есть предписание вот так вот так надо делать вот это вот это надо взять такой-то период а то-то то-то нужно то есть там все очень прописано вот ритуал это определенное четкое действие ритуалы условно делятся на созидательные и разрушительные возможно и ну если углубляться то можно вывести целую классификацию ритуалов но созидательные и разрушительные ритуалы как правило это инструменты которыми мы пользуемся во время ритуалов это могут быть минералы травы свечи вода соль металл ну то есть какие-то элементы которые представляют стихию это инструменты при помощи которых мы можем эту информацию сконцентрировать на них они могут быть носителями или переносчиками до транспортом который повезет наш запрос или информацию и куда поедут наши инструменты куда поедут наши запросы и это взаимодействие определенными силами и здесь очень важно как раз это мистическое магическое мышление которое допускает присутствие помимо материального невидимый мир тонкий мир не виден вот в ритуал ну я буду говорить о созидательных ритуалах мы делаем свои обращения за помощью за поддержкой за гармонизацию к силам которые превышают по своим по своему могуществу нашей физической позволяет что-то вменять в скажем так в энергетическом пространстве в информационном пространстве то что мы не можем поменять ну например как я могу в энергетическом пространстве дело взаимоработать взаимодействовать я пишу 17 февраля в 13.00 у меня будет открытый эфир бумаги трав вот информационные воздействия материальными как это можно проявить но можно то же самое сделать в энергетическом пространстве когда я это делаю в энергетическом пространстве это уже у нас будет ритуал и так я обращалась просто к аудитории которая там допустим мои друзья читают мою страничку в ритуале мы не позволено обратиться в невидимую часть аудитории и помочь попросить о помощи ну скажем так вышестоящей силы которые способствуют тому если мое дело благое способствует тому чтобы мой ритуал способствует тому чтобы эта информация была полезна для большего количества людей и в этом не эти высшие силы могут помочь и для этого я могу использовать например растение которое отвечает за коммуникацию растение которое усиливает мою собственную мою личность например это и на растение солнца или растение юпитера растение которое отвечает за коммуникацию за распространение за гармоничное распределение вот этого того что я хочу с чем поделиться это растение меркурия я знаю какие-то растения должны быть я знаю определенные технологии то есть задается мое намерение то есть моя сила переносится на инструмент разными способами какое-то время нужно для того чтобы мой мой запрос мое намерение соединилась с этим инструментом и потом ну конечно же делается запрос высшим силам наставником или структурам которые заинтересованы да в том чтобы это знание было продвинуто они меня таким образом слышат и видят грубо говоря они видят серьезность моих намерений потому что я сделал определенные шаги я собрал я написала я сказал я сожгла я сделала подношение я зажгла благовония дала огня и так далее они видят мои намерения и в итоге весь этот процесс я дальше отпускаю потому что дальше уже не моя забота это в общих в общих чертах ритуалы и и приблизительно схема такая да просто меняются запросы меняется те кому вы обращаетесь потому что высшими силами могут быть ваши предки да ваши наставники это могут быть духи природы и много других созидательных сил с которыми хорошо и важно общаться это вкратце о ритуалах потому что мы в том числе я вам какие-то ритуалы же рассказываю на курсе мы тоже о ритуалах говорим и учимся делать и учимся понимать какие нам нужны инструменты для всего этого самое главное я хочу вывести из тени и из заблуждения из общих заблуждений того что это что-то деструктивное что это что-то темное вредящее отнюдь нет да просто нас приучили всплывают картинки образы чего-то ну такого деструктивного на самом деле вот этого созидательного в магии огромное пространство вот прям созидай сколько хочешь и